Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Сборник задач. 3800 задач для школьников, для поступающих в ВУЗы, ну и, естественно, для тех, кто готовится к единому государственному экзамену. Поверьте мне, что все те задачи, о которых я рассказываю, могут встретиться на ЕГЭ. Могут встретиться ЕГЭ. Итак, задачка 107. Троллейбус отошёл от остановки с ускорением 0,2 метра на секунду в квадрате, достигнув скорости 36 км в час. Вот, ага, 36 км в час. Я записываю условия задачи. И сразу же должен, на мой взгляд, сделать следующую вещь. Перевести 36 км в час, метр в секунду. Для того, чтобы перевести километры в час, метр в секунду, нужно взять число километров в час и поделить на 36. Вообще, нужно, по идее, запомнить, что 36 км в час – это всегда 10 метров в секунду. А дальше уже всё просто. Если 20 метров в секунду в два раза, здесь больше, 72. Вот. Ну и так далее. Две минуты надо в секунду перевести. 120 секунд. Правильно? Вот. А вот метр в километр перевозить не надо. Так. Короче, он движется, достигнув скорости 10 метров в секунду, или 36 км в час, вот, с постоянной скоростью. То есть, движется равномерно. Вот. В течение двух минут. 120 секунд. Затем, равномерно замедляя движение, прошёл до остановки путь 100 метров. Найти среднюю скорость движения на всём пути между остановками и построить график зависимости скорости этого движения от времени. Ну, давайте сначала всё-таки, да, решим эту задачу, на мой взгляд, ну, несколько таким вот прямолинейным, что ли, образом. Вот. Вот как положено, да, с помощью формулы решать. Мы так с вами и сделаем. Итак, ускорение есть. Начальная скорость V нулевое была равна нулю. Вот. И он достигает скорости 10 метров в секунду. А за какое такое время? Давайте с вами посмотрим. V равняется V нулевое плюс AT. Ну, V нулевое – ноль. Значит, время, в течение которого он будет достигать вот эту вот скорость, будет равняться V делённое на А. И если V у нас 10, а ускорение 2 десятых, вот, да, 2 десятка поднимается вверх, получаем 100, 50 на 2 получаем 50 секунд. Итак, 50 секунд, он у нас разгоняется до 10 метров в секунду. Сейчас 120 секунд будет ехать равномерно. А потом начинает замедлять свою, так сказать, скорость, чтобы остановиться. Опять-таки, конечная скорость равна нулю. Правильно? Вот. Так. Отлично. А как же нам найти, в течение которого времени он будет останавливаться? А вот как? Да? Мы это с вами найдём. Он начинает у нас останавливаться. Так, так, так. Отлично. Остановится. Нас время нужно найти. А вот начальная-то скорость есть. Когда он начнёт с... А, конечно! Конечно, да. И тогда я запишу, что L равняется V нулевое плюс V, делённое на 2 и умноженное на T. Ну вот, надо чуть-чуть, как говорится, подумать. Смотрите, он в конечном пункте, так сказать, в конечном итоге, это тело останавливается. А вот начальная скорость, это не та, которая была в начале. Вот когда он движется всё время равномерно, равномерно движется, это скорость 10 метров в секунду. Расстояние у нас есть. Значит, 100 будет равняться 10 умножить на T, поделить на 2. Правильно? Вот. Ну, 10 на 2, 5. 100 поделим на 5. Отсюда будет следовать, что время будет 20 секунд. Ну, а сейчас вот, найдя, так сказать, время, мы с вами можем найти вот все эти расстояния. Первый случай. Да? Ускорение есть. Скорость есть. Значит, пусть у нас будет L1, то есть, в течение 50 секунд расстояние будет равняться. Ну, допустим, AT квадрат, делённое на 2. Правильно? Тогда это 0,2. T в квадрате, 50 в квадрате, 2,5 тысячи. И мы должны с вами поделить на 2. Тут будет 0,1, и мы с вами получаем 250 метров. Если я это сделал быстро, вы можете просто-напросто взять калькулятор и подсчитать. Итак, в первом случае 250 метров. Дальше что получается? L2. То есть, тогда, когда он будет двигаться равномерно. А равномерно он движется 120 секунд. А с какой скоростью? А вот с какой скоростью? Со скоростью 10 метров в секунду. Равномерно V умножить на T. Значит, 10 метров в секунду умножим на 120. И получаем 1200 метров. Ну и в конце он 100 метров прошёл. Значит, весь путь, или я пишу тоталь, я люблю так это делать. Значит, это будет равняться 250 плюс 1200 и плюс 100. Ну, сколько это получается? 1300, правильно? И 250. 1550 метров этот, так сказать, троллейбус проехал. А за какое время вот эти 1550 метров он прошёл? Ну давайте с вами посмотрим. Тут 50 секунд, потом 120 секунд. И потом 20 секунд. Правильно? 120 плюс 50, то есть время тоталь. Это у нас 50 плюс 120. И плюс, 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 плюс 120 и плюс 20. Получаем 190 секунд. Ну и последнее. Нам же нужно среднюю скорость. А средняя скорость это L тоталь на время тоталь. То есть весь пройденный путь поделить на всё пройденное время. И что же у нас тогда получается? 1550 нужно поделить на 190. Берём калькулятор и делим 1550 на 190 и получаем 8 целых, ну приблизительно там 8,157, да, 8,16, ну пусть будет 8,16 метров в секунду. Вот такой вот ответ мы с вами получили. На мой взгляд, нормально. А оказывается, можно решить эту задачку графически. Вот смотрите. Рисуем. И это просто. Кстати говоря, рисуем график. А что мы знаем? Вот здесь у нас будет 10 метров в секунду. Правильно? И тело, двигаясь с ускорением, достигает скорости 10 метров в секунду за 50 секунд. То есть вот здесь у нас получается 50. Потом 120 секунд едет равномерно. Ну допустим вот так. 120. Значит тут будет уже сколько? 50 и 120 едет. Значит тут будет 170. И потом, насколько мы знаем, 20 секунд он тормозит. Здесь будет 190. Всё. Вот такой вот график мы с вами получили. А зная этот график, смотрите как интересно получается. Зная этот график, сразу можно найти весь пройденный путь. Потому что площадь под графиком, это есть, ну физики говорят, перемещение, да. А это площадь трапеции. Как найти площадь трапеции? Или весь пройденный путь. Значит большой. Вот эта вот сторона. Да, прибавляем вот эту маленькую. Вот эту вот. 120. Делим на 2. И умножаем на высоту. А это 10. Всё. Значит 190. Плюс 120. Это будет 310. И 310 мы должны умножить на 5. 5, 15. Ну го, мы с вами получили сразу 1550 метров. И время сразу нам известно. Поэтому средняя скорость будет 1550. Делим на 190. Опять-таки получаем 816 метров в секунду. Вот это более, так сказать, оригинальное решение. Но поскольку здесь просили найти сначала среднюю скорость. Потом ещё построить график. Я именно так и сделал. Неплохая задача. Неплохая задача. И нужно знать, как её решать. Всё. Дорогие ребятки. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. И как всегда. Да. Вот так вот. Ну, запишитесь на канал. Если вам, конечно, нетрудно это сделать. Вот. Лайк не забудьте поставить. Мне всегда приятно видеть какие-то, так сказать, отзывы. Любому человеку. Ну, ладно. Всё вам доброе. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...